Победительницей конкурса «Люберецкая супербабушка» в этом году стала Светлана Меньшикова. Справиться со всеми испытаниями помогла поддержка семьи и друзей. В день празднования 400-летия Люберец ей вручили главный приз. На днях Люберчанка осуществила свою большую мечту. Тему продолжит наш корреспондент. Меньшикова, Светлана! Ваши аплодисменты, дорогие друзья! И она получает главный приз! К этому событию конкурсантки шли долги в 4 месяца. Чтобы стать лучшей из лучших, нужно было успешно пройти ряд испытаний. Проявить вокальные и танцевальные способности, пройти спортивные испытания, конкурс дефиле и кулинарный поединок. Мы очень сильно за нее болеем и очень хотим, чтобы она победила. Она у нас самая классная, самая лучшая! Светлана Меньшикова обожает готовить, особенно для любимых внуков. Победа в Люберецкой супербабушке подарила ей возможность осуществить давнюю мечту – совершить путешествие в мир шоколада. Дмитрий и Владислав, как и все дети, обожают сладости. Но как и из чего их делают – всегда было загадкой. Шоколад у нас делается с какао-бопом. Какао-бопы перерабатывается, получается у нас какао тертое, какао масло и какао порошок. С этих ингредиентов у нас получается темный шоколад. А кто-то любит у нас еще и сладкий шоколад, и молочный шоколад. Поэтому мы сюда еще добавляем сахар, сухое молоко. В процессе конширования в этих двухтонных чанах ингредиенты перемешиваются до получения однородной массы. Затем теплый шоколад по трубам перетекает в цех, где рождаются знакомые для всех плитки шоколада разных вкусов. Упаковывается шоколад во пловпак, то есть при помощи ножей, которые нагреваются на температуре 200 градусов. Они плавят у нас саму пленочку, и шоколад упаковывается. После экскурсии по производству гостям предложили поучаствовать в изготовлении шоколадных конфет своими руками. Процесс творческий и очень увлекательный. Большая мечта у меня была, вот именно посмотреть, как шоколад производится на производстве. Так было интересно. И ребятишки мне это хотели. А сейчас вот нас пригласили, тем более на мастер-класс, это вообще супер. Вы не представляете, наверное, наша мечта сбылась, да? Да. Мне очень понравилось, я узнал много всего нового, какие виды шоколада бывают. Я не знала, что шоколад бывает жидким, но он бывает с разными вкусами. Конфеты, сделанные Светланой Меншиковой и её внуками, готовы. Их упаковали и вручили гостям. Путешествие семьи Люберецкой супербабушки в шоколадную страну подошло к концу. Но они сюда обязательно вернутся. Богдан Колесников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.